День за днём множество событий, но нас интересует главное то, что касается каждого. Топ-шоу главная тема. ВИЧ-инфекция. Диагноз, который во всём мире по-прежнему звучит как приговор для Гомельчины. Тема, как понимаете, особо актуальна. Большая часть ВИЧ-инфицированных в Беларуси проживает именно в нашей области. По силам ли одолеть проблему и как сегодня говорить о теме, которая касается даже тех, кого не касается? Об этом и не только. Сегодня в ток-шоу главная тема. Мы начинаем. Я с новостью представлю гостей программы. Заместитель главного государственного санитарного врача Гомельской области Ростислав Зинович. Ростислав Николаевич, добрый день. Не полагайтесь. Заведующий отделом профилактики ВИЧ-СПИД Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анна Русанович. Анна Витольдовна, добро пожаловать. АПЛОДИСМЕНТЫ Председатель экспертного совета информационной стратегии по ВИЧ-СПИДу в Республике Беларусь, специалист по работе с общественностью и коммуникацией ЮНЕЙЦ в Беларуси Сергей Кручинин. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Вячеславович, рад видеть. Милости просим. АПЛОДИСМЕНТЫ И председателя Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк. АПЛОДИСМЕНТЫ Алла Викторовна, рад видеть. Располагайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Возможно, именно ввиду актуальности для Гомельской области к этой теме в этой студии мы неоднократно возвращались. И все же сегодня в самом начале программы предлагаю озвучить статистику, самую показательную. Вам слово. На территории Гомельской области проживает 6909 ВИЧ-инфицированных человек. Значит, если говорить о возрастах, то на сегодняшний день порядка 60% это возраст старших 35 лет. В любом случае, значительная доля ВИЧ-инфицированных, ВИЧ-позитивных приходится, мы уже об этом говорили, именно на Гомельской области. Алла Викторовна, Расцлав Николаевич, как считаете, почему именно так сложилось? В 1996 году произошла вспышка ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков в городе Светлогорске. Ряд районов, это Октябрьский, Жлобинский, тоже произошел рост за счет потребителей наркотиков. Ну, а в дальнейшем уже присоединился и половой путь передачи, который на сегодняшний день является доминирующим. Может быть, здравоохранение все-таки лучше сработало в определенный момент Гомельской области, потому что был скрининг стопроцентный, вот если касательно Светлогорска. Затем еще ряд регионов нашей Гомельской области, которые также проходили скрининг, и поэтому большая выявляемость. Кто сегодня в группе риска, Сергей Вячеславович? Традиционно по-прежнему это потребители инъекционных наркотиков, люди, употребляющие наркотики. Это мужчины, имеющие секс с мужчинами, я подчеркну, это не обязательно гомосексуалы. Это могут быть, которые изредка иногда практикуют какой-то секс с другим мужчиной. И третье, это женщины секс-бизнеса, которые занимаются коммерческим сексом. Вообще, в принципе, это касается каждого. Сегодня рискуют заразиться ВИЧ-инфекцией не только женщины секс-бизнеса, наркоманы и так далее. Сегодня статистика говорит о том, что огромное количество случаев, когда становятся ВИЧ-положительными, взрослые, состоявшиеся люди. Естественно, рискуют все те, кто не использует презерватив и ведет рискованное поведение. Вот и все. Если говорить о такой возрастной группе, как 35+, то по сравнению с началом развития эпидемического процесса, здесь число выявлений случаев возросло в 27 раз. Как это объяснить? Как это объяснить? Люди стали беспечнее? Наверное, все-таки у нас действительно превалирующим путем передача является половой путь передачи. Так я к тому и веду. Взрослые, уверенные в себе люди, все знающие. Скажем так, 40+, наверное, все-таки в меньшей степени готовы использовать барьерное средство при своих сексуальных отношениях, то есть презервативные. Ну, здесь разные причины, да. Когда мы говорим и когда мы разговариваем с нашими пациентами, мы всегда задаем им вопрос, почему и что. Ответы самые разные. Я выбрал себе партнершу по внешнему виду, она очень симпатичная. И у нее нет никаких проявлений заболеваний, она здорова. Вот зачем использовать тогда презерватив? Скажем так, я начал встречаться с женщиной, как-то неудобно ей не доверять, я не использую презерватив. Ну и достаточно распространенным является, что ощущение, которое человек испытывает при использовании презерватива, несколько притупляется. То есть есть разные причины, по которым, ну, так скажем, люди не используют тот презерватив. По опыту прошлогодней кампании в отношении тестирования, молодежь с удовольствием идет тестироваться, знает свой ВИЧ-статус. Огромное количество людей взрослых так боятся тестирования. Боятся пойти... Как бы никто не подумал. Психологический барьер. Да, 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 да. Психологический барьер. Может быть, не его партнерша, а он является давным-давно уже носителем ВИЧ. Я хочу еще добавить, когда мы говорили про группы риска, что здесь необходимо помнить одну особенность ВИЧ-инфекции. Дело в том, что с момента заражения до появления клинических синдромов, проявление, которое может побудить человека прийти к врачу, проходит длительное время. Но весь этот период, когда нет никаких параллений, он является заразным источником. Это примерно три месяца. В разных может быть по-разному. В разных может быть по-разному. Может и годы быть. Все зависит от уровня иммунитета. Поэтому здесь, как мы говорим, серонегативное окно, оно опасно. И поэтому человек, не зная своего ВИЧ-статуса, представляет реальную опасность, особенно вступая в незащищенные половые контакты, как я говорил. Алла Викторовна, подключайтесь к разговору. Знаю, руководите областной организацией Белорусского общества Красного Креста больше 15 лет. Интересно, как за эти годы, за этот достаточно большой период, менялись подходы к работе с ВИЧ-инфицированными? Ну, хочу сказать, что мы являемся исполнителями государственной программы, глобальный фонд, который финансирует эту программу. В разные годы она называлась по-разному. Но скажу кратко, это профилактика ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь. И, конечно, не могу не отметить, что все то, что было нами сделано с нашими коллегами, с позитивного движения, и то, что делает Белорусский Красный Крест и некоторые другие еще общественные объединения, конечно, это привело к большим, огромным результатам. Вы уже говорили о мобильном передвижном пункте, который работает с наркоманами. Как здесь найти подход и вызвать доверие? Неужели сам наркоман придет за помощью? В начале вот этой деятельности, конечно, безусловно, было очень сложно. Категория закрытая. То есть люди, они в себе. Но практика показала, за годы работы они непосредственно доверяют сотрудникам пункта, доверяют Красному Кресту. То есть они знают, куда идти, с кем общаться, что просить? Безусловно, все те графики, которые согласовываются по выезду нашего мобильного пункта профилактики, они, безусловно, оговариваются в райисполкомах и устанавливаются места стоянки. И данные пункты имеются в здравоохранении. А как наркоман, простите, об этом узнает? Информация в райисполком поступила. А как дальше? Вы знаете, мы, в принципе, работаем очень плотно с здравоохранением и с государственными органами власти. И каждые вышеуказанные люди знают, собственно говоря, где скопление этой категории. И, в принципе, чтобы не мешать обычным людям, мы стоим в тех местах, где, собственно говоря... Аутричи, они же как раз из этой же среды. Сюда же еще и работа по обмену шприцев. К этому можно по-разному относиться. Кто-то скажет, что же вы, наркоманов, снабжаете орудием, да? Так и было. Наверное, лет 10 назад действительно приходили ко мне, жаловались, что вот в наши анонимные пункты, тогда они назывались, приходят, значит, к вам наркоманы. Люди просто, как вот говорили раньше, что... Люди, употребляющие наркотики. И мы способствуем, значит, наркомании, способствуем тому, что даем им, значит, чистые шприцы для того, чтобы они кололись. Но далеко это заблуждение. Мы всего лишь это делаем для того, чтобы не распространять ВИЧ-инфекцию, чтобы потребляющий инфекционные наркотики человек не колол этим шприцем еще одного, не заражал, не бросал их на детских площадках, на улице, а доносил нам, и мы их обменивали на чистые. Потому что, ну, это уже как свершившийся факт. В принципе, не надо забывать, что это заболевание, и они не могут просто так взять и отказаться. Это не тот случай, это не, скажем так, сильнее многих из тех, которые употребляют наркотики. И эти программы, о которых рассказывали, это программа снижения вреда. Да, снижение вреда не только для них, но и для всего общества. Для всего общества в первую очередь, потому что чем меньше будет возможности распространения ВИЧ-инфекции и, соответственно, потребления инфекционных наркотиков в среде, которые потребляют, тем больше будет безопасности для всех тех остальных, для всего общества. Поэтому это делается ради всех. Кроме всего, если мы говорим об анонимных консультативных пунктах обмена шприцов, там не только обмен шприцов. Там еще профилактика и гепатита С, который имеет точно такой же путь передачи. Это профилактика того же туберкулеза, потому что на анонимных пунктах проводится мини-анкетирование клиентов на первичные признаки туберкулеза. И, безусловно, это группа людей, потребители наркотиков, они подвержены заболеванию туберкулеза. То есть они знают, что там они получат полный комплекс от совета до реальной помощи? Да. При необходимости социальные работники сопроводят их в лечебную организацию за получением квалифицированной медицинской помощи. Вот еще одно направление в вашей работе. Женщины секс-бизнеса. Ведь достаточно закрытая такая группа, особенно для организации, общества и так далее. Как удается с ними наладить контакт и руку помощи, которую вы протягиваете? Они готовы ее принять? Конечно, готовы. Вот мой коллега говорил, что, собственно, это не искореннейший, как и древнюю эту профессию секс-бизнес. Это было, есть и будет. Другое дело, что оно в некоторых странах легализовано, у нас оно не легализовано. Но, тем не менее, значит, это группа риска. И мы работаем, мы очень серьезно с этой категорией работаем. Мы направляем, значит, женщин, консультируем, во-первых. У нас социальные работники работают. Выезжаем тоже в соответствии с нашим графиком на трассы, значит, по другим учреждениям, где мы уже знаем места дислокации этих женщин. И, конечно, проводим с ними огромную работу. И женщины, которые интересуются... Но они идут на контакт. Да, конечно. Идут они на контакт. Ну, нужно, чтобы доверяли тем людям, которые нужно устанавливать. Я просто... Ну, я не был на таких пунктах, не ездил в Автетом Мобиле в Гомеле, но в Минске я был и проводил исследования, как раз опрашивал этих. Как подъезжает этот, не знают этот уже автобусик, так, и не подбегают туда, потому что они получают какие-то социальные пакеты, ну, то есть, которые могут быть... Мотивационные пакеты. Мотивационные, гигиенические, знают, что там могут пройти тест, получить какую-то консультацию, помощь и так далее. Бесплатно получить, что тоже очень важно. Естественно, это все бесплатно. Так вот, просто интересный момент. Конечно, понятно, что эта группа затронута наибольшей эпидемией, особенно, когда среди них есть потребители инъекционных наркотиков. А это часто бывает, так? Которые теряют контроль и, соответственно, в первую очередь допускают незащищенный секс. Но есть еще и клиенты вот у этой группы, так? Я когда спрашивал, соответственно, проводил исследование, так, то, как правило, в своем большинстве это мужчины более взрослого возраста, понимаете? Которые отказываются от использования презерватива. Так может быть на них повлиять через женщин секс-бизнеса? Ну, правильно, да. Хорошо, когда она понимает всю угрозу и так далее. И снабжится у его партнера всем необходимым. Но если она потребитель инъекционных наркотиков, все это делать сложно. Которые, то это уже в данном случае, ну, скажем так, она за себя не отвечает. ВИЧ-инфекция – диагноз, который во всем мире по-прежнему звучит как приговор. Для Гомельщины тема особо актуальна. Большая часть ВИЧ-инфицированных в Беларуси живет именно в нашей области. По силам ли одолеть эту проблему и как сегодня говорить о теме, которая касается даже тех, кого не касается. Об этом и не только. Сегодня в ток-шоу «Главная тема» мы продолжаем. В любом случае, статистика не слишком радует, Ростислав Николаевич. Я знаю, что не так давно на заседании Убл-Усполкома была озвучена инициатива усилить скрининг. Это исследование, которое и так ведется по региону. Расскажите суть предложения. Значит, да, на Убл-Усполкоме был рассмотрен вопрос. И там было принято такое решение, что для того, чтобы максимально на сегодняшний день охватить те территории, которые являются территориями риска, провести дополнительное исследование плюс к тем контингентам, которые определены Министерством здравоохранения. Как это будет происходить? Давайте объясним. Значит, при любой возможности и когда человек обращается за медицинской помощью по любому поводу, ему будет предлагаться пройти тест на ВИЧ-инфекцию. Это будет бесплатно. Значит, будет проводиться консультирование до тестовая, после тестовая. Значит, и этот человек будет получать затем результат. И все же, чтобы было зрителям более понятно, если у врача возникнет малейшее подозрение о том, что все-таки стоит провести исследование, он имеет право это сделать. Правильно? Нет. Вот, значит, это врач... Есть медицинские показания, по которым в обязательном порядке их больше, почти 30, при которых назначается тестирование ВИЧ. Это однозначно. Я говорил, что есть медицинские показания. Но на сегодняшний день решение исполкома направлено на то, чтобы не просто расширить, а добровольное тестирование провести. То есть выявить тех людей, которых мы не знаем. Это то, что я говорил раньше. То есть человек, он ВИЧ-инфицированный, клинически это никак, никакими признаками не проявляется. Ему просто нет необходимости обращаться за медицинской помощью. И все же, как будет работать этот скрининг, Алла Викторовна, Сергей Вячеславович? Как это может быть более усиленно? Я могу сказать, как это... Я полностью двумя руками за скрининг, но ключевой момент здесь добровольно. Врач может и должен предложить. Более того, не обязательно по показаниям, а, соответственно, если это по каким-то категориям относится к группе, у которой может быть широко распространена ВИЧ-инфекция. Давайте себе поставим на место пациента. Врач говорит, есть подозрения, давайте проверим. Нет, нет, не надо подозрения. Предложить просто сдать, помимо, вот сдает человек анализ крови, какие-то определенные исследования. Вот вы можете еще и пройти и тест на ВИЧ. Каждое тестирование на ВИЧ, оно сопровождается дотестовым консультированием. Это то консультирование, это разъяснение человеку. Очень корректная информация. Корректное объяснение, подача информации, для чего ему необходимо пройти тестирование на ВИЧ. Если говорить о Гомельском регионе, мы говорим о том, что 40% всех людей с ВИЧ-инфекцией проживает в этом регионе. То есть попасть в эпид-процесс, то есть инфицироваться здесь риск значительно выше, чем где бы это ни было в других регионах. Поэтому пройти тест на ВИЧ с учетом того, что информация о ВИЧ-статусе конфиденциальная, она не подлежит никакому разглашению ни родственникам, ни на работу, ни на учебу. То есть эта информация останется между пациентом и врачом, но она даст человеку знание своего ВИЧ-статуса и возможность получить своевременную помощь. Для этого фактически вводится такой расширенный скрининг именно в этом регионе. Мы стартуем здесь. Этот скрининг родился не на ровном месте. Мы уже имеем опыт проведения такого скрининга по трем районам области на протяжении последних четырех лет. Это какие районы? Светлогорск, Жлобинский и Октябрьский район. Инициатива в любом случае правильная. Я думаю, что она найдет поддержку во всех регионах области, а может быть и страны. С одной стороны, мы рискуем ухудшить, испортить статистику. Это временно. Это временно, но ведь мы работаем на будущее, ведь так? Мы работаем на будущее. Мало того, руководитель нашей области ставит задачу, чтобы скрининг все-таки прошел у нас в области. И при резком всплеске ВИЧ-инфекции у нас мы будем наблюдать в дальнейшем ее же и снижение. Потому что мы все знаем, какая ответственность у ВИЧ-инфицирована перед здоровыми людьми. И это уголовное преследование. То есть надо об этом тоже говорить, не забывать, что за распространение ВИЧ-инфекции, зная свой диагноз, он несет даже уголовную ответственность. Думаю, будет не лишним. Напомните, где сегодня в регионе можно пройти тест на ВИЧ? Сегодня можно обратиться и пройти тест на ВИЧ в любом учреждении здравоохранения, где есть процедурный кабинет. Система построена таким образом, что человек приходит, говорит, что он хочет сдать тест на ВИЧ. Это делается анонимно, по его желанию. И бесплатно? И бесплатно. Соответственно, производится забор крови, и кровь направляется в лабораторию, которая проводит исследование. Затем человеку сообщается уже результат. Говоря о стратегии лечения, я так понимаю, что самое главное – начать это самое лечение как можно раньше. Да, это дает возможность то, что если человек будет получать антиретровирусную терапию… Это шанс на жизнь. Во-первых, это не только шанс на жизнь. Это шанс на здоровье, полноценную жизнь. И самое главное – при приеме антиретровирусной терапии вирусная нагрузка у человека снижается до непередаваемого уровня. То есть он уже становится не опасным для окружающих. Легко всему, снижая вирусную нагрузку, мы сохраняем иммунитет человека. То есть его, так скажем, защиту от других сопутствующих заболеваний. Но всем нам известно, что если заболевание запущено, и мы его начинаем лечить, вылечить его значительно сложнее, чем когда мы его лечим на начальных этапах развития. Мне подсказывают, у нас есть вопросы из зала. Предлагаю выслушать. Пожалуйста. Здравствуйте. Я Елизавета. И у меня вопрос. В сети периодически оживают группы ВИЧ-отрицателей, которые говорят о том, что вируса иммунодефицита не существует. Как вы прокомментируете то, что они говорят? Ну, действительно, достаточно крупное сообщество. К сожалению, огромное. И найти его, например, когда мы устраиваем какие-то ток-шоу в Минске, и хотим найти хоть одного ВИЧ-диссидента, который пришел бы и публично сказал, мы найти не можем. И площадку предоставляете. Выйди, расскажи. Мы найти не можем. Но только человек, соответственно, начинает этим интересоваться. Начинает он интересоваться, когда у него, предположим, диагноз. И, соответственно, он сразу начинает тезить в интернет. Там первое, на что он наталкивается, на что сразу и взгляд, это... СПИДа нет. Да, СПИДа нет. Не волнуйся, не принимай лекарства, не лечи, это все выдумали. А дело в том, что у любого человека, который проходит стадия заболевания, первая стадия – это отрицание. Нет, у меня этого нет. Если бы они хотя бы один раз столкнулись с тяжелым больным СПИДом, который находится в реанимационном отделении, который действительно страдает от тех заболеваний... За которым ухаживают сестры Красного Креста. За которым ухаживают сестры Красного Креста. Вот если бы они поработали с этими людьми и увидели... Получили бы ответы на любые вопросы. Наверное, да. Совершенно было бы другое. И когда им назначаются... Но они же говорят, что это умирает он не... Но когда... Они говорят, что это умирает от геркулеза, от... От сопротивления. Но они же не лечат этих людей. И когда клиницисты назначают терапию и видят улучшение состояния пациента, именно на тех препаратах, которые они назначены этим пациентом... Все становится на свои места. Мне кажется, становится на свои места. Есть еще один вопрос, предлагаю выслушать, пожалуйста. Здравствуйте, я Никита. Хотел бы задать такой вопрос. Я слышал то, что презерватив не на 100% защищает от ВИЧ. Так ли это? Сергей Вячеславович, это ваша любимая тема? Да, на презервативе написано 98% защиты. Но как эти 2% это от неправильного использования? На данный момент, и тут подтвердят присутствующие медики, нет более надежного, как говорит Анна Витольдовна, барьерного средства. Здравствуйте, меня зовут Александр, и у меня есть вопрос. Сейчас в интернете стали активно появляться статьи о том, что можно заразиться ВИЧ-инфекцией в общественных местах через заставленные игла. Как этого избежать и стоит ли этого бояться? Дело в том, что вирус ВИЧ, он очень неустойчив в внешней среде и практически через несколько минут в свободном, так сказать, внешне зелено погибает. Это первое. Второе. Для того, чтобы кровь явилась источником заражения, то она должна попасть в кровяное русло. Не в какие-нибудь мягкие ткани, а именно в сосуд. Вот только в том случае может быть, и при этом должна быть значительная доза. То есть это еще один миф и еще одно заблуждение. Здорово, что сегодня в эфире «Беларусь 4» мы делимся этой полезной информацией. Вы уже говорили, Ростислав Николаевич, о тестировании на ВИЧ по крови. Но ведь есть и экспресс-тесты, о которых в том числе в этой студии как-то мы рассказывали. Напомните, на чем основывается принцип исследования? Принцип основан на определении маркеров вируса в слюне. Значит, это слюновой тест. Суть его состоит в том, что есть специальный пробник, который человек трет десну. Затем этот пробник уже со слюной помещается в специальный раствор на течение определенного времени, это минут 15-20. И экспресс-тест будет готов. И будет либо отрицательно, либо положительно. Знакомые кадры Сергея Визера. Да, знакомые кадры как раз нашей компании. Так, это с нашей компанией касается, даже техника не касается в прошлом году. Я просто хотел предложить вот как раз о том тесте, о котором рассказывали, только что слышали. Если есть желающие, то, соответственно, могут... Есть практически уникальная возможность. Да, уникальная возможность. Я взял как раз, привез из Минска 4 штуки. Так что если кто-то есть желающие, то... Есть желающие. Вот вы слышали, вам рассказали, как это нужно делать. Берете вот эту вот лопатку, так, и проводите по внутренней и внешней стороне десен. Так, чтобы с двух сторон лопатка была мокрая. По деснам. Ну, так хорошо. Ну, а пока молодой человек проходит самотестирование, я расскажу вам ситуацию, которая случилась вот в ходе, так скажем, нашей информационной компании касается даже тех, кого не касается. Когда молодой человек в ходе, так скажем, вот именно этой компании получил свой положительный результат. Это совсем молодой человек, социально адаптированный, имеющий высшее образование, работающий. Он случайно пришел на эту акцию зрителем. Да, он пришел на нашу акцию, как вот ваша молодежь здесь показана. Он прошел тест, выявился положительный результат. На сегодняшний день он наблюдается у инфекционистов, получает свою терапию, ну, чувствует себя хорошо. То есть та самая поставленная задача, раннее выявление, благодаря таким акциям, как раз-таки... Вообще-то мы не ставили задачу непосредственно, чтобы максимально выявить. Это все-таки информационная компания. Да, эта задача будет в этом году, так. Эта задача просто снять, скажем, вот этот психологический барьер между людьми и тестированием, чтобы спокойно сдавали эти тесты. Не боялись этого. Многие, когда идут даже мимо сдавать тест, они сомневаются. Вот увидели, зашел я туда и все остальное, так. Поэтому оптимально, когда экспресс-тестирование, можно будет экспресс-тест приобрести в аптеке. И человек может дома сам, не обладая никаким медицинским образованием, пройти этот экспресс-тест. Продолжим тему вместе с экспертом программы, которая прямо сейчас появится в студии на Пушкина 8. Заметитель генерального директора гомельского предприятия «Формация» Людмила Сапега. Людмила Анатольевна, рад видеть, подключайтесь к разговору. Какую партию экспресс-тестов готовы закупить предприятие «Формация» для реализации в Гомельской области? Вы все понимаете, что речь идет о изделиях медицинского назначения, которые не являются товаром широкого спроса у населения. Поэтому, конечно же, предприятие «Формация» сегодня готово закупить эти тесты. Договор заключен. Но, конечно, это будет для начала небольшая партия. Речь идет где-то о 250 штук. Мы закупим этих тестов, наборов. Но в дальнейшем, конечно, эти тесты... На сегодня у нас заключен договор с отечественным производителем. Это значит, что мы можем получать этот товар на склад и в нашей аптеке еженедельно. То есть, как только будете чувствовать востребованность этого теста, в кратчайшие сроки он будет поступать в аптеки. Вы понимаете, что это тоже является изделием медицинского назначения, которое проходит регистрацию в Республике Беларусь и, конечно же, имеет свой срок годности. Людмила Анатольевна, но вы ведь понимаете, что людей надо как-то стимулировать к тому, чтобы он пришел в аптеку за этим тестом. Здесь тоже, видите, большой вклад именно информационных компаний? Ну, конечно же. Понятно, что для того, чтобы пришли в аптеку и начали приобретать эти тесты, конечно, должна пройти информационная поддержка. Мы готовы ее оказывать в своих аптеках. Это и в качестве размещения различных материалов, которые будут выпущены, и производителям предоставлены, и компаниями, которые будут заниматься продвижением данной продукции. Это и советы, наверняка, специалисты. Конечно. И в то же время мы очень тесно работаем на сегодня с нашим центром гигиены. И мы размещаем, у нас есть в аптечных организациях мониторы, где размещаются социальные ролики абсолютно бесплатно. Если говорить о цене вопроса, что немаловажно, сколько ожидается стоимость одного экспресс-теста? Есть ли такая информация? Да, эта информация есть. Один тест или набор для проведения тестирования будет стоить около 6 рублей. 5,92 где-то вот. Как думаете, это много или мало? Ну, сложно сказать, много это или мало, но, конечно, это не бесплатно. Но это не бесплатно. Спасибо за полезную информацию. Ну, а мы продолжаем. Так как же подавать эту не самую простую тему молодежи? Спросим у экспертов программы. Встречайте. Руководитель волонтерского движения «Доброе сердце» обкома БРСМ Вероника Рожкова. Художественный руководитель детско-юношеского ансамбля народного эстрадного танца и песни «Полесская зорочка» Мазырянка Елена Руденко. Вероника, подключайтесь к разговору. Знаю, союз молодежи не оставляет без внимания проблему ВИЧ-спит. Как считаете, по каким направлениям все еще не дорабатываем в работе с молодежью? Добрый день. Действительно, это самая главная проблема на сегодняшний день. И мы не дорабатываем, наверное, в направлениях. Это при работе со студенческой молодежью и при работе с рабочей у нас молодежью. Почему и по каким направлениям? Наверное, большой акцент мы ставили на то, чтобы у нас работала информационная такая вот база. Это по принципу, конечно, равно обучает равного. В школах это у нас проходили в учреждениях образования какие-то агитбригады, какая-то информационная база, обновление стендов. Привлекали мы в свои акции. Но вы согласитесь, старые методы сегодня уже не действуют. Ни стенды, ни агитбригады, тем более запугивания. Так как мы молодежная организация и должны, конечно, идти вперед в ногу со временем с нашей молодежью. На сегодняшний день, может быть, действительно такая вот информационная база, она не актуальна. Поэтому мы создаем такие программы для студенческой молодежи в 2017 году. И программы эти будут у нас направлены и называться, наверное, «Начни себя». Это именно для студенческой молодежи. В каждом вузе будет создан свой студенческий десант, который будет работать по принципу равный, обучает равного. Далее он присоединится к нашему новому проекту, который в первую очередь направлен на рабочую молодежь. Вы, наверное, говорите про областной фестиваль социального театра. Да, это как раз-таки областной фестиваль социального театра, который мы запускаем с мая месяца. И к первому декабрю как раз мы именно этот фестиваль уже откроем и покажем. На сегодняшний день у нас уже есть заявки от предприятий, организаций, которые готовы принимать участие в этом фестивале. Елена Петровна, подключайтесь к разговору. Спасибо, что приехали. У вашего коллектива из Мозыря есть за плечами авторский спектакль, который говорит о проблемах наркомании. Расскажите буквально коротко о его концепции. Много сегодня правильно говорилось. И действительно, об этом нужно не просто говорить, а кричать. Но как? Нужно подходить креативно. Так, как делает это наш коллектив. И что мы непосредственно, как мы к этому подходим? За счет посредством танца, музыки, песни, диалога мы со сцены доносим до зрителей, а непосредственно до сверстников этих наших юных артистов то, что нам не безразлично. Как мы можем донести? То есть вот наше креативное решение. Это через эмоции. Эмоции – это боль, какой-то испуг, какое-то сопереживание. Все, что происходит на сцене. И вот результат вот этой… К чему может привести наркотики, алкоголизм? Вот к чему это? И в то же время мы показываем, как прекрасна жизнь без наркотиков, без алкоголя. Вот это наше решение. Поэтому еще что интересно, зритель должен уйти, неважно, это ребенок, подросток, молодые родители, они должны уйти в душе с эмоциями, они должны уйти. И то… То есть как минимум задуматься. А вот вы как организатор таких мероприятий, гастрольный тур, знаю, был по Гомельской области, вы обращали внимание в зрительный зал? Глаза у людей горят? Удалось ли заинтересовать? Это не просто горят глаза. Все съемки, которые были проведены, и дети рассказывали, что смотря в зал на зрителей, люди, дети, подростки плакали, они не могли сдержать своих эмоций. Но самое главное, вот я бы хотела сказать, что происходило после нашего выступления, после нашего спектакля. Мне звонили, у меня было сотни звонков, сотни, и говорили об этом. Ребенок, которого очень сложная семья, приходил к учительнице, говорил, я никогда не буду жить, как мои родители. Мне поступали звонки, учительница одной из наших школ города, нашего города Мозырь, звонила и говорила, вы знаете, конечно, сложно мне об этом говорить, но я три дня, я не имела выходных, я была под таким впечатлением, это очень тяжело. И я подумала, пришла и сказала, ребята, вы классно выступили, потому что вы достучались до сердец, до души. То есть ответственная задача. Елена Петровна, я знаю, что дети в коллективе и молодежь в коллективе вас называют мамой, второй мамой. И это большого, дорогого стоит. И все-таки, вот как на руководителя коллектива, на вас большая ответственность. Как оградить своих деток, свою молодежь от проблем наркомании, спида, как понимаю, осведомленность и занятость. Вот секрет успеха. Ну, главная задача – это заинтересовать ребенка. Настолько заинтересовать, чтобы он только об этом и думал. Не важно, это математика, это танцы, любое спортивное какое-то направление. Главное, чтобы это сделать интересно. У меня задача, как руководителя, не только научить. Научить мы все можем. А создать личность, расширить кругозор ребенка, показать мир, показать, насколько он интересен, этот мир. Вот это одна из самых главных задач у меня. Ну и, слава Богу, это удается и получается. Научить детей думать, мыслить и отвечать за свои поступки. Вот это главное. Сергей Вячеславович, постепенно подходим к подведению итогов нашей встречи. Так как же нужно говорить с молодежью? Равный обучает равного, согласен. Но ведь информационная стратегия – это что-то намного шире. Ну, во-первых, говорить нужно всегда только правду. Раз. То есть в данном случае идет речь, что никаких страшилок, запугиваний и так далее – это не работает. Мы это уже проходили, и это реакция общества, мы знаем. От этого просто темы закрываются. Поэтому, да, волшебная сила искусства очень хорошо. Но волшебная сила искусства может как принести пользу, так и вред. Поэтому нужно, чтобы все те спектакли, постановки, какие-то, в любом случае, информационные кампании, они содержали определенное рациональное зерно. Без прогибов. Да. Соответственно, в первую очередь формировали правильное ответственное поведение. Так, соответственно. Ну, направлено было на какое-то конкретное действие и шаг. Ну, и, наверное, главная задача, которую ставите перед собой и перед коллегами – достучаться до каждого о том, что проблема ВИЧ-спит. Это та самая проблема, которая касается даже тех, кого не касается. Вот, 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 давайте честно скажем, что, вот, в принципе, вот эти вещи, которые мы говорим, мы говорим достаточно давно. Сколько нас услышало, так? Еще, к сожалению, не так много. Быть может, тот, кто хотел, тот услышал. Вот, так это для этого должны быть открыты уши, так, и открыты глаза. И это нужно еще использовать определенные технологии. Потому что, в первую очередь, это связано с тем, что те стереотипы, которые поселились в 90-е годы, мифы и так далее, так, они очень сильны. И мы можем их только расшатать. Поэтому давайте ставить реальные цели и будем стремиться их выполнить. Вот, на данный момент, для Гомельской области, это скрининг, так, это переход на самотестирование и, в первую очередь, в конкретных целевых группах. Ну, а самое главное, нужно беречь свое здоровье, быть верным одному своему половому партнеру и правильно и своевременно предохраняться. Если это бывают какие-то половые акты, либо другие какие-то движения в эту сторону, чтобы это все было защищено. Ростислав Николаевич Анна Витольдовна, ну и, конечно, нужно понимать, что в любой ситуации специалисты и эксперты готовы оказать помощь. Абсолютно верно. Значит, ну, я хотел бы сказать, что, еще раз повторяю, что консультирование, которое проводят медики, оно, в первую очередь, нацелено на то, чтобы человека подготовить, значит, чтобы он смог оценить свое рискованное поведение, нерискованное, и чтобы он добровольно согласился на тест, и чтобы он понял, что на сегодняшний день мы говорим о том, что ВИЧ-инфекция – это хроническая инфекция. То есть это не безнадежно, мы уже об этом говорили. С этой инфекцией люди живут, но своевременно поставленный диагноз, своевременно начатое лечение обеспечит качество жизни, продолжительность жизни, и, соответственно, не будет поставлять в опасность заражение окружающих, близких людей и других. При том, тестирование на ВИЧ возможно пройти анонимно в любой организации здравоохранения, если человек боится раскрыть свои данные. У нас работают горячие телефонные линии, на которые можно позвонить и получить, опять же, любую консультацию у врача-специалиста. Так же анонимно? Так же анонимно. Безусловно, это звонок по телефону, и вы будете разговаривать со специалистом, задавая ему те вопросы, которые вас наиболее интересуют, и вы получите ответ. Помочь и поддержать обещаете? Обещаем. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова